слышно отлично все тогда ребята начинаем все то же самое тогда сейчас вот удалю чтоб нам не путаться а здесь точно также вот комментарии и что пишите прокомментировать и я как раз все эти комментарии буду буду видеть тему тему я не просто так да просят меня верующие тема сегодня вера вас убивает что я хотела сказать давайте ребята я сейчас быстренько проговорю что хотела сказать если будут вопросы я просто а если вопросов нет то я тогда закруглю пойду до разбирать коробки и и завтра у нас с вами будет в закрытом клубе эфир и на этой неделе сделали два эфира работ по прорисовкам вера нас убивает что я не вижу смотрите что такое вера вера это не то что у нас есть вера это не то что у нас было вера это не то что мы фантазируем себе а вера это то что нам рассказывают самого детства что если ты во что-то веришь то это обязательно сбудется если что тебе в принципе достаточно обратиться в свою веру чтобы что-либо сбылось и знаете вот такое выражение да будет по вере вашей слышали наверное вода вот это первое выражение и второе выражение что я была была сейчас уже нет глубоко верующим человеком но не религиозным но я совсем пыталась понять почему люди идут в религию и меня то время настораживал тот факт я не понимала ни как до меня дойти не могло что когда люди начинали говорить что вот если у тебя получилось то тебе помогла вера во что-либо религиозная там каждого в религии свой какой-то главный человек если у тебя не получилось то это говорит о том что ты недостаточно старался и мне все время было непонятно что если если все хорошо если все сложится значит вот вот этот вот создатель какой-либо религии он постарался а если что-то не получилось то не он про тебя забыл а ты недостаточно старался то есть что он все время помню я думаю ну как-то вот как-то вот несправедливо вот как хочу почему так почему чему-то другому и для меня это ну как-то сложно все время доходило я начала начинала разбираться в этой вот религии во всякой я читала и библию читала и другие религиозные учения пыталась совместить что как чего вот но сейчас хотел бы поговорить именно не об этом а именно о том что вера вера это то что у нас нет еще раз повторюсь это то что мы не прожили это то что мы не пережили это то что у нас сейчас этого нет это то что мы сейчас не проживаем это то что мы построили митические и говоря тебе если у нас это будет то я молодец и когда у нас есть я то мы идем вперед к этой вере за счет своих внутренних убеждений и мы все время идем в надрыве то есть мы понимаем что если мы не добьемся определенной цели которую мы очень сильно верим то мы начнем себя хаять за то что мы недостаточно хорошо себя поверили что мы недостаточно хорошо себя промотивировали но если мы чего-либо добиваемся то мы начинаем не с тобой гордиться что я такой молодец что я родился определенных вещей потому что потому что не потому что чтобы себя разложить по по каким-то позициях да я добился потому что я вот здесь подкорректировал свое поведение здесь я улучшил свое восприятие здесь я познал новые вещи у нас этого нет у нас идет что если я этого добился значит у меня вера такая вера для нас это что-то такое которое нельзя потрогать ящики это именно тот асперт когда мы складываем в это слово вера это когда ты убираешь насильственно свои какие-то негативные мысли негативные негативную структуру восприятия какого-то мы мы искусственно убираем все в чем варимся и знаете как это как лошади надеваем вот эти вот шоры и идем по вере нашей и когда мы идем по вере наших мы обращаем внимание на сам процесс путь этого не обращаем внимания на сам процесс того что мы идем как вы корректируем свои шаги так скорректируем свои жизненные позиции как munsoration и свое окружение так внутренне такить внешнюю мы этого не едем, потому что у нас идет вера, то есть я верю в это, я готов, я там, у нас даже куча-куча тренингов, когда нас учат намерению, какое намерение, как его создать, как представить ту или иную ситуацию. И нас никто не учит о том, что вообще все, что есть вокруг нас, это уже для нас, это уже создано для нас. И мы это не берем не потому, что у нас маленькая, либо не такая сильная вера, не потому что у нас не сформировано намерение, не потому что мы не восказали мысли, образ в голове определенный. А потому что просто мы не научились брать, мы не научились себе позволять то, что мы можем взять. Мы по каким-то, по различным причинам не позволяем себе определенные вещи, потому что нам сказали, это нельзя, это через труд, это через упорство, это через время, это через опыт, это еще через что-то. И вот все время нам придумывают эти вот бугры. И чтобы вот эти вот, чтобы ты не вспыхался в этих буграх, тебе придумали вот эту вот веру. Как будто бы, знаете, это как какой-то вот колокольчик, типа иди за колокольчиком, морковка, да? Вот, это вот морковка, это вера. Вот она вот такая вот, ее разукрасить могут хоть как. И вот когда ты идешь к этой верой, к своей цели, с этой огненной морковкой, которую нельзя напкусить, ты идешь к ней с этой верой, и как будто бы все хорошо. Но вера что нам дает? Опять же, давайте еще раз, как бы, какой остаток подведем, да? Вера, это как раз про то, что мы не научаемся видеть свои вновь открывшиеся навыки, возможности и свои базовые настройки. Все сваливая на веру, потому что вот я так верю. Если мы не доходим до определенной цели, потому что мы недостаточно верили, то мы опять же не делаем рефлексию, а почему я этого не сделал, а что мне помешало, а как мне делать, что мне нужно изменить в своем поведении, в своем мировоззрении, в своих каких-то начинаниях, что в следующий раз у меня был вот такой-то результат. Мы просто это сбрасываем на то, что как бы, ну, недостаточно верим. Я считаю, что вера как раз нас убивает, она нас расхолаживает, то есть она не показывает нам, какой я есть человек. Это говорит о том, что человека все время выкидывает в какое-то мифическое состояние, что где ты должен просто вот как фанатик, вот я верю, вот я в это верю, я точно знаю. И причем начинают люди гордиться, то есть они начинают, я в это верю, я знаю изначально, что вот оно так будет, вот я такой, вау, молодец. А по факту-то что получается? По факту получается, что когда ты веришь, веришь, у тебя сбывается, сбывается? Каким-то образом, который ты не можешь даже для себя рассказать, каким образом это сбывается. И после того, как у тебя вот это вот сбывается, ты такой весь на волне, весь такой, все, ты весь легкий, кайфовый, а потом раз, тебя не сбылось, ну, как бы, наверное, чего-то там. Потом раз, опять, ну, блин, что-то не то, не так верил. Потом раз, третий, и ты уже после третьего там или какого-то раза, ты уже начинаешь не верить в себя. А что такое, когда пропадает вера в себя? Ты начинаешь разочаровываться в том человеке, который тебе единственный человек, который тебе дает все, это ты. И ты начинаешь разочаровываться в самом главном человеке, который есть в своей жизни. И после вот этих вот разочарований, когда ты разочаровываешься, у тебя обыстраивается просто вот эта вот неровная эпохица вся, она обыстраивается из таких пазлов, которые просто в разнобой начинают. Ты начинаешь, ты не успеваешь их отследить, потому что ты уже все, типа, реакции. Когда ты не успеваешь их отследить, они у тебя переформатируются, какие-то затруднительные моменты, в своей собственной жизни. А когда у нас идут затруднительные моменты в своей собственной жизни, то нам начинает тело подсказывать, говорит, вот нам бы вот здесь вот в коленочек встать. Раз тебе остеохондроз. Потом нам бы как бы вот это вот не мешало бы принять. Раз тебе почки заболели. Вот нам бы не мешало бы еще что-то. И раз еще какой-то орган заболел. И все, вот это вот кладется в том числе, и это не только из-за того, что там вера или нет, в том числе из-за того, что у нас не было восприятие веры. Когда мы убираем веру, то есть у меня сейчас, вот, например, я сейчас живу, у меня нет веры. Я нет веры вообще ни во что, ни в кого, никогда, нигде. Потому что я понимаю, что либо это будет, потому что оно так должно быть, потому что я сделала ряд определенных вещей, чтобы это было. Либо я не сделала эти вещи, потому что в любом случае, чтобы что-то получить, к этому все равно нужно сделать какие-то усилия. Просто каждый делает разные усилия. Кто-то там надрывается и геморрой у него вываливается, да, а кто-то просто в легкости идет, потому что он узнает эту структуру того, к чему он идет. Но тем не менее, чтобы дойти до чего-то, к этому нужно идти. Тут я четко понимаю, что вера тут ни при чем. То есть верю я, не верю я. Зачем мне верить, либо не верить, если я понимаю, что если я буду делать определенные шаги, определенные действия, я до них дойду настолько, насколько я делаю эти шаги. И все, веры здесь абсолютно нет никакой. Но если это не случилось, то я могу сразу же моментально интерпретировать, а почему это не случилось, а что сработало, а мне это нужно, чтобы что. И я четко понимаю, когда я понимаю, что мне это нужно, чтобы что, когда я понимаю, что это нужно либо исправить, чтобы я все-таки пришла, либо я понимаю, что да, вот так вот для меня это будет действительно лучше. И когда ты так живешь, в твоей жизни нет больше места веры, потому что это такой воздушный и, наверное, бесполезный, бесполезный один из критериев нашего жизненного пути, который на сегодняшний день я вот могу так сказать. Вот. Ребят, если есть вопросы, поднимайте рот, я отвечу. Давайте, не стесняйтесь. Вы уже такие все родные, поэтому стесняться тут точно. Я не вижу. Может быть, кто-то не согласен, может быть, кто-то не понял, может быть, у кого-то не сходится с его восприятием то, что я сказала. Вы можете спросить, и я отвечу. Возможно, вы не так поняли. Возможно, я как-то не так донесла. И я как-то с огромным удовольствием. Так, Оксан, говори, включай микрофончик, говори. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, получается, что надо идти на чувствование, да, больше? Не на вере, а на чувствование. Как я чувствую, так и идти, и делать. Я правильно понимаю? Смотри, во-первых, чувствование, оно обязательно. Когда ты идешь на чувствование, ты знаешь, что ты знаешь. Что нужно для тебя. Но здесь еще есть другой критерий. То есть мы должны не забывать, что мы все-таки не в розовых бабочках живем. Я уже говорила много раз. Мы живем в том социуме, в котором мы сейчас существуем. Это материальный мир, который исчез из материи. И поэтому, чтобы у нас вот этой веры не было, чтобы мы не просто шли из чувствования. Вот я чувствую так, а я понимаю, что там, если я так пойду, я чувствую, что там вообще все рассыпется, а я не готова, мой мир не готов, еще что-то. Расставляйте приоритет. То есть не важность чего-либо, а приоритетность. Потому что приоритетность всегда существует без важности, без оценочности. И вот вы можете расставить приоритеты и идти к вещам, которые для вас нужны через чувствование. Когда приоритеты расставим, тогда уже можно идти через чувствование. Но без веры. Благодарю. Да-да-да, благодарю. Буду переваривать. Спасибо. Так, нет, подождите, сейчас про надежду. С надеждой тоже самое. Она умирает последней, но ее следовало бы убивать впервые. Когда надежды уже нет, человек начинает действовать так. А надежду, про надежду мы даже, я вот никогда и не говорю, ребята, заметили, да, потому что надежда это вообще... А что такое надежда? Ты надеешься-то на что? Если ты себе не доверяешься, ну зачем ты живешь? Ты существуешь. У кого есть надежда, это существователи. Я была таким существователем. Я там и лозунги такие, надежда, мой компас земной, там я вообще все. Думала, что вот надежда, вера, любовь, это вот прямо такое. Это нас в определенные моменты загнали вот в эти восприятия для удобства, контроля за нами. Ни для чего больше. Поэтому вот как бы веру, это еще если вера еще где-то там трепещется, что где-то они могут сказать, ой, вера, там это да. А надежда, это, конечно, на что я надеюсь? В смысле надеяться? Надеяться это вообще про то, что... Про ничто. То есть надеяться на... Ну как, надеяться на Бога, достойно кого-то. Надеяться, ты все время надеешься на то, чего нет. А зачем надеяться на то, чего нет? К чему тогда ты можешь прийти? Это вообще совсем должно быть так. А как насчет веры в близкого человека? Ну что такое вера в близкого человека? Ты его либо... Это не вера в близкого человека. Это не про то. Ты не в том, что веришь, что он может это сделать. А ты же видишь, какие качества в нем есть. То есть, смотри, если, например, я уверена в своих детях, что вот они вот то-то, то-то. Но я не могу сказать, я верю, что мой сын... Да, нет, сейчас, секундочку. Я верю, что мой сын станет самым крутым кутерье. С чего это вера, если у него нет этих навыков? Он иголку, он нитки брал, только чтобы, знаете, из стаканчиков делать этот телефон, может быть, что-то делать. Вот он взял нитки для чего. Поэтому как бы здесь не про веру. Это идет интерпретация того, что вы знаете, что человек может сделать. И когда ваша нейронная цепь уже сформулировала то, что он может сделать, вы понимаете, что да, это в его навыках будет приоритетно. То есть, он это может добиться, если у него будет к этому то-то-то-то-то. И здесь не про веру немножечко. Вера – это просто удобно этим словом обозвать всю вот эту вот цепочку. Я верю, и все понимают, а, верю, значит, он знает, что вот у меня есть вот эти вот способности, эти навыки, этот опыт, это там то-то, 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 то-то. А по факту просто вот это вот мы сказали одним словом. Здесь немножечко про другое. Я думаю, что я ответила. Ниночка, давай, слушаю тебя. Нин, открывай микрофончик, я тебе открыла, если хотела что-то сказать. Да. Спасибо, Маришка. Нина. Завария, ты что-то хотела сказать? Ромашка, Ромашка Нина. У нас есть мурашка Юлия, и сейчас будет у нас Ромашка Нина. Это же мурашки, да? Я не хочу, слушаю внимательно, но у меня что-то там засветилось такое, да? Ну, я не знаю, как это убрать. Нет, пока все слушаю, пока анализирую. Спасибо, я очень рада вообще, что попала на канал с самого начала. Смотрю, когда только начиналось, еще только, когда только рассказывала, когда три месяца пока еще там были первые. Я мужу показывала, смотри, что бывает, говорю, это же как раз только Настю Залевичу видела. И потом сразу же пошла Светлана. И я прямо уже с тех времен, прям рядом, рядом, рядом. Конечно, у меня много проблем нет, пока рот не раскрывается рассказать о них. Пока еще не готова. Да, просто вот не готова. Ну, все время рядом. Всегда. Спасибо большое, Света, вообще, что рядом с нами есть. И такие люди сильные, смелые. И еще и обязательно с нами делятся. Это очень важно сейчас. Так тяжело бывает. И когда мне очень тяжело, я иду, все, где наша Лана-Лана, где все наши группы. И все. Поддержка большая, но пока активно не участвую. Так, пока молча. Да, я просто близко к Сочи, приезжайте в начале июня. Сейчас и завтра, наверное, уже будем думать. Либо на Дальмены поедем, либо где-то на Полянку, либо где-то в Канюшинку. Я не посмотрю, уже должна быть погода хорошая в июне. Это сейчас дождики. Это будет абсолютно бесплатная встреча. Просто хотим собрать встречу. Кто может приехать по каким-то причинам на платные, ну, на платные, там, не знаю, там, семинары, там, еще что-то. Вот. Мы с огромным удовольствием пообщаемся. Поэтому встреча в Сочи будет. Вот мы, наверное, дня два мне нужно будет, вот сейчас я еще день поразбираю вещи. И, наверное, послезавтра уже, возможно, будет, в Крым приезжайте. Тогда пока вот нет возможности, пока здесь столько делаю. И тут встреча, и там встреча, и ретрик, потом марафон, потом. Я, конечно, с удовольствием. И в Геленджик мы поедем. Мне сказали, что после шестого мы едем в Геленджик. Это мне только сегодня сказали. Я даже не знала об этом, что мы туда едем. Поэтому, скорее всего, возможно, если кто-то там в Геленджике, то, наверное, еще в Геленджике мы сможем организовать встречу. Я даже не знаю, насколько едем, когда, чего. Вот мне просто сегодня озвучили, что такого-то числа, по-моему, шестого. До шестого едем в Геленджик, 6 июня. Поэтому до 6 июня в Сочи проведем встречу. И вот завтра, послезавтра скажем, где эта встреча будет. И с огромным удовольствием, чтобы вы присоединились. В Геленджике тоже она будет бесплатная. Тоже так пообщаться. А там уже глубокие проработки на ретрите, на марафоне. На ретрит ребят приезжайте, у кого есть возможность. Мы там будем все-таки. Я на ретрите буду по клеткам. Пройдемся мы все-таки по клеткам. Какое хочу сделать глубокие. Хочу посмотреть, как будет реакция. Потому что я знаю, что едут туда люди, подготовленные, которые смогут уже заглянуть в свою клетку, распаковать ее. И для меня это будет как бы клево. Но это тоже один из показателей, что я туда иду. Поэтому приезжайте. Какой будет после этого ретрит? Я не знаю, куда меня дальше занесет. Не знаю, поэтому вот пока так. Пока будем вот вечность прокачивать. Там столько всего. Много. Задавайте вопросы, ребят. Как работает сознание без еды? А как работает сознание без еды? Оно очищено, оно работает. Оно распаковывается. Если, если образно говорить, да, то вы смотрите на еде, ну, не знаю, там, на 60 градусов, да, то на облегченном питании 90 градусов. Задавайте, по чате есть, он на 360. Но это только просмотр. Это вот этот вот просмотр на 360 градусов, а после вот этого перепросмотра самого себя, идет уже, то есть сначала ты перепросматриваешь себя, внутри себя, потом ты выходишь наружу, как бы из тела наружу. Но это образно, я так сейчас говорю, да? Ты перепросматриваешь то, что информационное пространство, в котором ты есть. Вот, а потом, после того, как ты понимаешь, где ты есть, что ты есть, ты начинаешь от этого объединения внутри и снаружи. И когда у тебя идет это объединение, ты уже можешь читать по своим клеткам, по своим клеткам всю свою, ну, чтобы было понятно, всю свою родовую программу. Вот так вот я тебе рассказала. Светлана, а вы сейчас на неедении или на неиспании, или на сухих днях? Пока просто на неедении, сон у меня не всегда, но вот я точно могу сказать, что я сегодня, может быть, после... То есть у меня нет такого, что я отслеживаю сон, либо я его убираю. Я не депривирую сон, у меня нет такого, чтобы я насильственно убирала сон. Мне это не нравится. Но единственное, я могу сказать, что у меня вот... Я вчера думала, что я так хочу спать, так хочу спать. Я легла, и у меня вот 15 минут, на 15 минут меня вырубило, потом кошки там... Мы еще как раз там у себя жили, только сегодня приехали сюда в Сочи. Кошки там что-то свалили, все, я подскочила, и больше у меня не было сна. То есть у меня не всегда бывает сон по часу, в два. Бывает не каждый день. Бывает вот по 15 минут, и этого хватает. Поэтому я и с ней отслеживаю, если честно, сухо. Мне кажется, что... Мне кажется, что он должен отпасть естественным образом. Потому что когда я его депривировала насильственно, я была размазанная. Да, приходили какие-то новые осознания, но поверьте, ребята, это не те осознания, которые идут через легкость. Вообще не те. Они вот по скрипам, и ты, когда вот эти вот осознания приходят к тебе, ты прям пытаешься вот прям когтями зацепиться, чтобы прочувствовать их, прожить их, понять, что с тобой происходит. Да, это снова, да, это все интересно. Но оно не такое, оно не выводит тебя в глубину. Оно как будто тебе открывает там, знаете, как завлекалочка такая. Но ты туда вглубь погрузиться не можешь. Светлана, можно вопросик? Вот если человек рождается, вообще я про себя. Я родилась, я так поняла, что меня как бы уже извлекли из мертвого тела. Вот. И я вообще не знаю, ни родственников. С папой росли, но тоже там почему-то не показали мне родственников, я вообще никого не знаю. Растила меня мама тоже Нина. Так интересно, кстати. У нас получилось, и у нее муж первый Юра, и второй Юра, а у него первая жена Нина, и вторая Нина. Вот как-то так странно получилось. И вот у меня все время как будто нехватка энергии всегда. Вот всю жизнь я живусь. Это может быть связано с родовым или нет? Вот с таким рождением, с таким вот этим вот. Оно все связано, оно не может быть не связано. Когда ты начинаешь интерпретировать и видеть глубоко все, что происходит, ты начинаешь прямо у тебя, начинается вот эта вот распаковка по маминой линии. По маминой линии там вот такой вот коридор, так. По папиной линии. И вот эти вот как бы вот, когда вот эти вот два коридора, они уже в каком-то месте вот так вот начинают объединение вот это и дальше. То есть это изначально кажется, что вот разные, мама, папа, потом они дым, и все, и единое пространство пошло. И когда у каждого человека, то мы потом понимаем, что вот это вот все превращается, каждый человек превращается в единое пространство. Мы вообще, и когда мы до этого доходим, мы уже понимаем, что мы все единое пространство. Миша, сейчас отвечу, Миша, верить не нужно ни во что. Миша, у тебя не получится, если ты распакуешь слово верить, то у тебя не получится уже во что-то верить. Ты поймешь, что это как бы слово абсолютно не информационное для твоей жизни. Верить, чтобы что? Верить во что? Что такое вера? А зачем тебе верить, если ты можешь сделать? А если ты не можешь сделать, зачем тебе в это верить, чтобы себя вести не туда? Вот об этих вещах подумаю, тебя сразу за ног валится. А по поводу жидкости, что-то пьете или на сухих без еды? Пока ничего не пью без еды, но, ребят, я еще раз говорю, чтобы войти в определенные состояния, это не обязательно жить без еды и без жидкости. Да, без еды, без жидкости. Это определенный инструмент. Это не для всех образ жизни. Кто-то воспользовался этим инструментом и пошел дальше уже с едой и с питьем. То есть не нужно обязательно себя выматывать, чтобы не пить и не есть. У меня была другая ситуация, я уже говорила, потому что у меня заболевание. У меня не было выбора. Я бы не пошла бы никогда ни в такое неедение. Вот. Я еще до конца от него не исцелилась. Я это знаю, я ребятам об этом рассказываю. Поэтому у меня сейчас пока нет, ну, не хочу я пока есть, пить. Как захочу, я поем, попью. Это не аскеза всей моей жизни. Не есть, не пить. У меня другие сейчас приоритеты. Они больше распаковываются. Просто когда они все больше и больше распаковываются, ты понимаешь, что еда и питье – это настолько неинтересно в твоей жизни, что ты к этому не возвращаешься не потому, что ты не хочешь, не потому, что ты не можешь, а потому, что это уже, это уже не твоя я. Ты уже в нее не хочешь играть. Только лишь поэтому. Не через какие, не через аскезы. Нина, Елена, у вас ответила, да? Вера и Веруша, Веруша. Да, я ответила, давайте еще вопросы. Веруша, Веруша. Так, Миша что-то печатает, сейчас кто-то поздно, что он напечатает. То, если нет желания и есть, то на сухие не заходить. Ну, смотрите, я вообще, я как бы говорю, что через аскезу не надо, но я все-таки придерживаю, что сухие дни на нас действуют великолепно. Но это, смотрите, я почему говорю, что сухие дни через аскезу. У меня было несколько человек, которые, которые уже, знаете, вот в пакете костей ложечка крови. Все родственники уже в таком, в таком диком непонимании, что с ним происходит. И когда я говорю, давай потихонечку выходить, чтобы вот это вот подтянуть, это сделать, это урегулировать, это это. И я вижу, что психика человека уже настолько, он говорит, нет, я не могу есть, я не хочу есть, мне это не надо. И он это говорит не потому, что это действительно так, а он это говорит, чтобы он боится, что он если выйдет в сухие дни, он больше не зайдет. И он как будто бы уговаривает себя, доказывая самому себе, что это ему не надо. И это уже другой спект. А если вы понимаете, что вы не хотите заходить на сухие дни, но вы понимаете, что вам нужно что-то проработать, но зайдите вы на 2-3 дня, зайдите вы на 10 дней, 10 сухих дней, это для вас они не... Если вы будете правильно заходить, правильно выходить и правильно делать определенные вещи, когда у вас начинают там почки тянуть, когда начинают ноги крутить, когда начинает голова болеть, если вы начинаете правильный образ жизни вести вот на сухих днях, то вы очень комфортно их пройдете, насколько комфортно, насколько вы можете на данном этапе их пройти. И вы, у вас будет распаковка, распаковка будет само собой разумеющейся. Поэтому сухие дни я занял, кто бы как ни говорил, и я не говорю, что нужно всю жизнь иметь. Не каждому это нужно. Кому-то нужно распаковаться и идти дальше с едой с жидкостью. Но, чтобы прошла эта распаковка, все-таки когда у вас идет облегченное питание, вот максимально, насколько у вас позволяет на данный момент, то у вас все равно будет распаковка, она будет идти больше. Я все равно, я за сухие дни, но я не за астеза, когда ты уже понимаешь, что уже и физика не дает, и психика уже все, она застопорилась, и никаких у тебя открытий и откровений нет, и психика не лечит, и физика не лечит. Вот это вот все. То есть здесь все равно нужно тонкая граница какая-то. Поэтому, если нет желания, то желание, что такое? Желания не будет, ты выходишь из зоны комфорта, у тебя его и не будет, этого желания. Поэтому, если тело тебе говорит, что надо на сухие дни по определенным причинам, и ты хочешь как-то расширить самого себя, то немножечко через «не хочу» нужно заходить. Если ты понимаешь, что вот ты просто не можешь, вот ты постоянно срываешься, то тут нужно проработать. А почему ты срываешься? Почему ты не хочешь познать нового себя? Это же ты не хочешь познать нового себя, потому что у тебя разваливаются маски, и так разваливаются эти вот рамки и границы, в которых тебе было всегда комфортно. Вот это вот моя лужа, я знаю, что я здесь могу напухать, никто меня не услышит и не увидит. И тебе очень хорошо в ней сидеть, в этой лужице. А тут тебе говорят, ну как бы давай, давай уже, вот расширяйся, ты думаешь, ну зачем оно мне надо? Поэтому здесь уже, здесь очень много, вот просто если раскрутить, можно каждого раскрутить, почему он не может зайти на сутки и дни. И почему на ретритах, вот смотрите, на ретритах, у нас все ребята в сутки и днях, просто вот они все на сутки и все, им фу. Во-первых, это атмосфера, во-вторых, они поддерживают друг друга. Встречи, ты понимаешь, как этот процесс идет. Когда есть понимание этого процесса, тогда ты уже по-иному начинаешь принимать вообще все вокруг. И тебе уже проще идти, проходить вот эти вот сутки. Дима Лапшинов вышел из неудебления. Что думаете по этому поводу? Он говорил про состояние тустоты. Я, правда, не знаю, вернее, я слышала про Диму Лапшинова. Я не смотрела ни одного интервью с Димой Лапшиновым. И какой у него был жизненный путь, почему он вышел, как он заходил, для чего он заходил, по каким причинам он вышел, я не знаю. Поэтому комментировать это было бы глупо, как минимум, с моей стороны. Поэтому нау-конт. Ну что, ребята, есть еще вопросы? Ух ты, нифига себе, я сейчас, посмотрите, буду читать. В этом году снялась себя и ребенка на семье и кресты. Младшего не крестили. После родов что-то произошло в голове. Взгляд был как-то с другой стороны. Осознанность, что религия – это все такая чушь. И потом пошла, поехала информация, которая глаза на лоб. Автономия, энергия, устройство мира, земли и прочее. Как ненормально среди окружающих. Я вижу, по-другому теперь все. А рассказать страшно. Они не примут и не поймут. У вас есть поддержка близких? Ну, ребят, могу сразу сказать. Кто меня знает давно, они все прекрасны, что у меня не было поддержки близких. Я достаточно болезненно пережила этот вопрос. До развода с мужем у нас дошло. То есть не очень хорошие отношения были. Сейчас нормальные дружеские отношения, обычные. И это не потому, что все вокруг меня не понимали, а это потому, что мы не понимали. То есть я не понимала себя, поэтому я была настроена вот так. Если бы я на тот момент была такая, как сейчас, то есть мне сейчас без разницы, как кто-то будет. Я знаю, как я буду реагировать. Я знаю, почему я так буду реагировать. Я могу рассказать, почему. Что случилось? Я знаю, как я буду реагировать. Почему я так буду реагировать. Я могу это другому рассказать. И когда я это рассказываю, тогда не может быть каких-то негативных реакций. Тогда уже, когда это человеку просто и обычно рассказывает, почему происходит вот так вот в моей жизни, почему я к этому иду, то тогда он абсолютно спокойно отпускает эту ситуацию, и ты идешь в этой ситуации, как бы варишься в своем мерке вот в этом. А другие просто со стороны наблюдают, но уже без негативного восприятия. Вот это и есть. Но это нужно себе сначала прочувствовать. У меня был этот путь не такой уж простой. И именно поэтому я очень много про вот эти все моменты рассказываю, чтобы, может быть, где-то откликнется вот ваша ситуация, и вы начнете по-другому это, более так, скажем, экологично проходить этот путь, нежели я. Потому что зачем это нужно, чтобы они все проходили вот так вот, если я смогу хоть чем-то помочь. Эти все не устоят только лишь потому, что вы еще не устояли. Вы же, я так поняла, еще не так давно в этой теме. Поэтому, когда я начинала, ну и что, я там вообще камни на камне не оставляла. И трупы-то они едят, и питаются они не так. И религия-то у них не та, и это-то у них не то. И все пыталось что-то доказать. Потом я боялась слово сказать, потому что я была ненормальная для них. Сектантская я была, с кем я только не была. Но это же все не от того, что они не такие. Они так живут, свои жизни так же, как и жили. Это ничего не изменилось, это у вас изменилось. Вы начинаете смотреть, увидеть по-другому, слышать по-другому, чувствовать по-другому. И хотите, чтобы все другие начали вас воспринимать так, как вы себя чувствуете. От чего? Они-то не изменятся, у них-то мир в себе тот же самый остался. Они не понимают, что произошло с вами. И это нормально, когда они не понимают, что произошло с вами. И вам тянуть к себе тоже смысла не вижу. Себя к себе притяните сначала, а потом все остальное будет. Не зацикливайтесь на ком-то. Как только вы начинаете обращать внимание на кого-то, вы сразу же фокус внимания убираете с себя. Фокус внимания убрали с себя, все, пошла разбалансировка, вас там есть. И кто бы вам что ни сказал, вы уже очень ослаблены, и вы сломаться можете в одночасье. Если у вас все время фокус внимания на себе, на проработку с себя, на что происходит с вами, то кто бы что вам ни сказал, вы его слова будете воспринимать как что-то отдаленное. Не обязательно вы не будете совсем ничего не слышать, ничего не чувствовать. Ну, как что-то отдаленное, получается, вера в себя. Да нет веры, почему вера-то? Зачем верить-то в себя? Но смотреть в себя, зачем? Вы же не верите, смотрите, я же не верю, что у меня есть правая рука. У меня нет веры, что у меня есть правая рука. У меня просто есть правая рука априори. И все, она просто есть. Это не вера в правую руку, это просто факт. И вы тоже больше, больше, вот к этим материальным вещам самого себя подпихиваете, так что, что это у вас есть, а этого нет, это нужно подсорректировать. Потому что, если вы начнете верить, а у вас этого нет, вы начнете какие-то, опять, мифические эти складывать. И пройдет, не пройдет. Пройдет здорово, не пройдет, ой, недостаточно верила. Не проверю. Все-таки давайте немножечко расчетов будем вот таких вот земных, земных каких-то ощущений себе добавлять, раскрывать. Благодарю. Продолжение следует... у меня такая ситуация вот я когда допустим иду и попадаю в настоящий момент но потом мысли снова уводят и из настоящего момента и получается что не слышно на самом интересном куда-то попала я тут детям быстро у меня тоже выбросила да совсем давайте ребят все кого есть вопросы задавайте ощущение что осознание откатилась назад оно не может быть время впереди а как оно ощущение что сознание откатилась назад но и клёво потому что движение это что он сказал что движение но всегда только вперед движение это правильное или неправильное движение когда мы вперед идет это ерунда движение движение самом слове заложено это движение и неважно вперед она или назад мы все время думаем что если мы назад пошли что это откат ребят это не откат это как рефлексия это переваривание это закрепление материала да вы когда у вас есть возможность сделать несколько шагов назад это великолепно понимаете когда вы идете только вперед вы надорвете и сломаетесь и вообще вас отшвырнет так назад мало не покажется это нормально когда вы идете там два вперед шаг назад два вперед шаг назад шаг назад два вперед тоже нормально поэтому не нагоняйте себе не накручивайте нет никаких откатов питание не в осознанности как это но это то же самое что я буду говорить вам вот вы знаете вот я каталась каталась на велосипеде вот все нормально каталась а тут у меня как-то откат мысли откат я что задом наперед начала ездить что значит откат перестала кататься какое-то время на велосипеде но бывает такое но по-честному то себе давайте признаваться что это нормально ну что ребят ну что ребят кто-то еще хочет сказать сейчас я посмотрю есть ли вопросы вопросов нет Что такое? Не, иди сюда. Смотрите. Да. Рук не плазит. Да. Что такое? Одновременно нравится ей. И нравится ей. Что делать? Передавать. Удовлетворяй себя и в том, и в том. Сделай несколько сухих. Что-то поел. Если идешь на длительные сроки, как у тебя, у тебя же сейчас опять длительные сроки начинаются. Все, значит, если чувствуешь, что свет, я тебе открыла, разрешили говорить, разрешила говорить. Поэтому у тебя немножко другой цех. Девятый день сейчас, да. Сейчас сезон клубники, невозможно удержаться. А все время будет чего-то. Сначала сезон клубники, потом сезон черешни, потом сезон еще чего-то, потом сезон еще... А потом сезон начнет... Начнет... Как... Чего-нибудь тепленького, супчиков тепленьких, еще чего-то тепленького. Почему? Никак. Так, Светлана, я включила тебе микрофон. Говорим. Ты что-то сказать хотела? Или нечаянно. Какими-то тоже... Аватарка с какими-то красивыми цветами. Смотрите, у нас девочки, как аватарки себе ставят, да? Красивые цветы. Это вот... Вы представляете, какая она в душе... Как она хочет быть... Какой хочет она быть воздушной, красивой, вкуснопахнущей и нежной? И какое несоответствие у нее идет с ее... с ее внешностью. Что она все равно превалирует. То, что есть внутри, в душе, что она хочет. Нежели она сама. Конфликт будет. Конфликт уже идет, вернее. Что у Светланы, что у Инны. Что ты хочешь? Кот, вот у меня. Я только сначала опущу в туалет. Я была только в туалет. Давай, давай. Ну что? Ребят, еще есть вопросы? Или будем закругляться? Завтра в закрытом клубе у нас с вами пройдет эфир. Завтра в закрытом клубе просто не все будут готовы порисовать. И я не знаю, смогу ли я еще разобрать эти коробки, чтобы вам показать на рисунке. Александр, давай, Александр. Александр, включила тебе микрофончик, говори. Только тебе тоже нужно его включить. Алекс, 17. А? Светлана, привет. Привет. Слушай, такой вопрос, смотри. Я, в общем, чувствую, что могу посидеть на сухих днях не один день. У меня был опыт, когда, знаешь, я сидел на соках, да, и у меня, когда на соках очистился, через три дня на соках очистился кишечник, мне стало так легко и хорошо, что я почувствовал, что я мог посидеть на воде просто. Вот. Там, допустим, даже, может, и без воды. Вот. А сейчас, как бы, не могу даже зайти в какие-то сухие дни. Вот. Хотя чувствую, что организм требует. И, соответственно, вот это веганство, шмеганство, все это классно, конечно, но у меня, как бы, проблемы начались с зубами. Но они давно уже идут, еще с детства, да. Вот. И еще само сознание такое, оно, знаешь, постоянно бегает. Постоянно бегает. Мысли бегают, это все бегает. И я вот думаю, решу ли я вопрос неедением. Ну, смотри, во-первых, я тебе могу сказать, вот я вот просто вот, вот ты говоришь, четко, отчетливо вижу, что у тебя проблемы с зубами, это не от еды, не от еды, не от не еды. У тебя проблемы с зубами, потому что, скорее всего, твой образ жизни, который сейчас у тебя идет, образ жизни, твое восприятие жизни, идёт, как тебе объяснится, у тебя, ну, то есть, если тебе там 30 лет, да, ты проживаешь жизнь 50-летнего человека. То есть, ты вперед, ты бежишь вперед, или разогнался уже так, либо бежишь, не замечая то, что у тебя есть на данный момент. то есть, ты себя, ты в бегах проживаешь более, 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 более зрелую жизнь. Это я тебе говорю на клеточном уровне, что у тебя сейчас происходит. Ты проезжаешь вот эту вот более зрелую жизнь, и у тебя вот эти вот проблемы с зубами, они начинаются вот отсюда. Это как какая-то личная часть. И у тебя не важно, что ты будешь есть в ней, просто единственное, что если ты всё-таки выйдешь на сухие, то возможно, но это тебе нужно все равно с проработками есть, то возможно, ты просто поймёшь, где у тебя этот затух. То есть, это не потому, что ты здоровье поправишь, а ты голову поправишь, почему ты убежал-то туда, почему ты считаешь, что тебе нужно там, ну вот все, например, там школы идут, ты говоришь, а я нет, я работать пойдёт. Я все там работать пошли, ты говоришь, а я нет, мне нужно деньги уже накопить, у меня там это, детям нужно вот это здесь, мне все говорят, как бы детей нет, ну вот сейчас нет, а через там лет стоять там будут. Вот. И ты вот как бы немножечко вот опережаешь, опережаешь то, что ты должен прожить, прочувствовать. Согласен. Ну, хорошо рассчитал, правильно, да. Ну, вот теперь остаётся как бы понять, а как вот так сделать, чтобы сознание не летело вперёд, поэтому как бы оно и откатывается, как будто назад. Ну, вот смотри, если тебе было хорошо на соков, не убеги тоже здесь вперёд паровоза, сделай себе, зайди со смузи, про который я очень часто рассказываю, и поспи, например, чтобы тебя не выбрасывало, два дня на соках, потом опять смузи. вот как-нибудь так. И тебе нужно просто, ну, нужно сразу же понимать, что нужно очень много либо писать, либо, как я уже там всё время говорю, либо на диктофон, кому не нравится писать, на диктофон наговаривайте там за день свои мысли, и потом их где-то зафиксируйте, зарезюмируйте. Вот сегодня произошло там то-то-то. Это очень важно, чтобы вы понимали, что с вами происходит. Потому что долго ты в этом состоянии сейчас находиться не сможешь, за тебе и незачем. Иначе ты опять убежишь. Тебе нужно как бы сейчас шаг вперёд, два назад. То есть ты очистился, у тебя прошёл процесс, раз обратно вернулся. То состояние, которое тебе привычно, то есть обратно в зону комфорта, но ты уже в зону комфорта идёшь со своим пакетиком то, что ты осознала там. раз обратно со своим пакетиком и ты перебираешь. Понял. Благодарю. Ребят, есть ещё вопросы? Если нет, то тогда я завершаю. Спасибо ещё раз, хочу сказать, Наталье Кучера, которая просто эфиры расписывается. Мне уже столько ребят с благодарностью, так удобно, что ты какую-то минуту нажал, там всё уже на этот фрагмент вернулся. И очень удобно. Спасибо, Наташа, что-то огромное. Вот сейчас я прочитаю, что тут Марьюшка пишет и буду закругляться тогда. И завтра в клубе в закрытом встречаемся с вами. А если, наоборот, вперёд не хочется, здесь и сейчас? Здесь и сейчас – это замечательно. Здесь и сейчас, если ты здесь и сейчас, и тебе в этом комфортно, то никуда тебе и не нужно торопиться. Зачем? То есть сейчас происходят все самые интересные вещи. Поэтому столько, столько клёво читать. Очень комфортно, да? Спасибо. Спасибо, Марьюшка. Ну всё, ребятки, заканчиваем эфир. Пошла я дальше, разберу хотя бы ещё пару коробок. Пока.